Мы, раз уж задумались, может быть, сразу к нему, а вот тут не сразу показали героя, взяли героя прямо мига. Торопиться не стоит. С парой Квиспо все-таки альтернатив очень-очень много. И тебе и Тинни, и Эмбер, и Хауснайк. И ты еще вынуждаешь соперника что-то забанить, да, с одной стороны? Ну, не исключено, что так. Опять же, я думаю, Вичи Гейминг это не та команда, которую сейчас DC разведут на какие-то легкие баны. Ну, добрали DC бетрайдера, хороший герой в пару к Виспу. Опять же, он может синициировать на любой точке карты. Вис плюс один просто прилетают с релокейта, и вы делаете довольно надежный проект. Вначале на линии тоже они неплохо стакаются с друг с другом. Висп может прилетать, как-то подцебливать этого бетрайдера, и уже начинать контратаку, если это на сторону бетрайдера с ним идет нападение. Ну, вот мне больше нравится вот именно использование Виспа, так как это делает Тимлик, такой усиливающий Висп на линиях просто, не обязательно под связку, да, то есть, как уже мы отмечали Тини Висп, ЦК Висп, вот что-то такое. Висп, который появляется там на какой-то линии, возможно, даже приходит с липорта резкая агрессия, то есть, это очень динамично и интересно смотреть. Видим, что Вивера решили подбанить против него играть в Висп, не особо приятно, я бы сказал. Да, и против бетрайдера он тоже на линии довольно-таки неплохо себя чувствует. Ну да, причем один его можно на дно оставить, и даже если бетрайдер ошибется, Вивер может его и убить. Да, он покупая стики, может его постоянно харассить, и бетрайдерам неприятно стоять. Презентно так, Эмберспириту забанили Вичи Гейминг Джереми, также еще уходит в бан Сларк. Ну это скорее такой, более респект бан, я бы сказал, потому что, ну да, действительно много они с ним играли, Роман действительно неплохо на этом персонаже отыгрывает, вот. Ну, я бы, конечно, не согласился насчет того, как вы обсуждали, что Вичи Гейминг показали DC, как надо играть, в плане того, как надо заходить. Не, ну они чересчур, да, они очень долго ждали, все-таки там уже и по 6 слотов купил и Лайфстиллер, и Джигернаут. Ну там немножко другие условия были, но в целом, как бы, идея, да, идея примерно понятна. Ну просто там не было котла, который бесконечно может отпушивать Никсов, всего этого. Не, ну понятно, ну честно говоря, против героев Вичи Гейминг Джей тоже котел не особо был бы эффективен, все-таки Джигернаут и Лайфстиллер, это не те герои, которых котел прям жестко пробивает. Ну он пробивает крипов. Ну, по сути, ситуация похожа, тоже Путш мог хукать этих героев под Т4, и как бы был риск. Сложно на самом деле хукнуть Найкса или Джигернаута, которые моментом снимают с себя чины и продолжают бить в очки. Да, 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 тут Мизери нужно было рисковать, но... И он пробовал, пробовал хукнуть, но, к сожалению, у него ничего не... Не пошла у него игра. Да, не выходила. Тут видим, видим мы, что пикается Джигернаут, довольно-таки универсальный герой. И мы не то чтобы часто его видим, на самом-то деле, была вот эта мета бесконечная с луной, SD, вот, и Джигернаут немного блекнул на фоне этих персонажей, но конкретно на данном лане Джигернаут появляется куда чаще, чем за предыдущий месяц. Ну, китайские коллективы, по сути, довольно-таки хорошо оценивают того героя и любят его использовать. Ну да. Да. Но мы видим здесь Джигернаута в центр, потому что, вспоминая, на каких героях играет Агрессив, он испытывает, ну, более другие... Не, ну почему? Он играл, он играл на Джигернауте, причем он играл на Джигернауте с Battle Fury, вот. Которого у нас было достаточно много вопросов. Много вопросов, действительно. Хорошо. И мы спрашивали у Романа, что он думает, вот, как раз-таки, насчет Battle Fury. Он сказал, что это было неплохо, да? Он сказал, что это было неплохо, но он бы собирался дефолтным через Мьелнер. Появление Рубика у DC, чем обусловлено? Не только, ну, вообще есть чем, да, это Warlock, ну, в принципе, мы говорили, что обычных големов украсть довольно сложно, но и просто универсальный саппорт. Рубик — это лучший саппорт на данный момент. Он суперхорош против большинства героев, и с ним всегда приятно и удобно играть. То есть нет ничего, наверное, лучше... Если ты не знаешь, какого спорта пикать, пикаешь Рубика. Да, он хорош как в агрессии, так и в защите. Ну, собственно, обращает силу героев против них самих. Тот же Джигернаут, да, допустим, если неосторожно сыграет, может отдать ультимейт, и с этим ультимейтом Рубик может просто убить одного из героев Вичи Гейминг Джей. Что является Шторм Спирит. На самом-то деле это довольно-таки опрометчиво. Все-таки, несмотря на то, что я говорил по поводу Тинни, Киос Найтов и подобного, но у ребят из Вичи Гейминг нет хорошего сейва, если просто в мид пойдет какая-то дабла. Допустим, вот это с Тинни Виспол. Добрый день. Ну, они все еще могут взять какого-то саппорта, который будет поддерживать шторма. Ну, например, в принципе, они могут поставить бардлок Шторм в мид. Ну, на самом-то деле это вообще не работает. Ну, шторму будет в любом случае плохо. Да, конечно, можно там как-то размениваться будет под бандами, под постоянными ремнантами, но они будут упускать бэтрайдера в таком случае на боте. То есть... Ну, тогда... Ну, а, допустим, если ЦМ-ка будет какая-то снизу с даггернаутом, они уже не будут его упускать, потому что это очень сильная дабл. И они, в принципе, способны гнобить бэтрайдера. Но тут сейчас нужно Виче хорошо подумать над последним персонажем. От него будет довольно многое зависеть, во всяком случае, на стадии линии. Ну, да. Ну, опять же, Вис может все равно играть у нее ростально. Он может перетягиваться на бот и убивать вот этих спортов. Можно играть как угодно. Тинни тоже, в принципе, не самый слабый герой в миде. Ну, возможно, DC могут пойти триплой. Ну, против шторма он слаб, на самом деле. Тинни? Да. Почему? Ну, он милишник, и шторм, я не знаю, он и фармит. Мне кажется, лучше, то есть, ну, шторм забирает всех вражеских крипов и имеет возможность задинаить, и еще при этом харасит Тинни. На самом деле, это очень сложно сделать против Тинни, у которого огромный дембдж. На себя пулюшь крипов и ремнатом забираешь. Тинни точно так же может пуль. Ну, он теряет много хп, у него мало армора. У шторма 5, а у Тинни 0. Он может со щитком прийти, он может держать линию при этом. Вот шторм будет пушить линию ремнантами, а Тинни будет ее держать. Ну, ребят, ну, еще узнаем ответ на этот вопрос. Ну, много хп потеряет. Ну, придет виз, хорошо его похиня. Ну, я понял, ладно, это теорий крафтинг, мы можем с тобой, наверное, вечно обсуждать это. Да, собственно, в Магнус отправляется бан от DC и Урса отправилась бан от Vichy Gaming Jeremy. Ну, какой-то керри, наверное, буду добирать здесь DC себе. Ну, сто процентов в керри, но какой керри это будет? Антимейдж. А кто тут у нас есть любитель антимага тут среди вас, да? Ну, как-то получается Гридова, по-моему. Мне тоже так кажется. Вис тоже не самый такой, ну, не знаю, в начале игры, мне кажется, он довольно жадный персонаж. И вот антимаг тоже жадный, и Динни тоже довольно... Ну, Рубик тоже сам по себе такой, герой, которому нужны левела, какие-то вещи. Вау! А это сильно! Это очень сильно. Но антимагом можно играть не жадно... Через Аганим. Антимаг. Не, я имею в виду, антимагом можно играть, на самом деле, очень не жадно, играть не через Battle Fury, а через Мелл Шторм. Ну, в смысле не в Ладмир, в Доминатор Мелл Шторм. Ну, можно и так, можно через ВГ еще там, как угодно. Ну, в всяком случае, посмотрим. Да, у нас не так много времени, чтобы подвести итоги, но Last Pick заставили вас задуматься. Давайте в целом Апик скажем. Что? ВГ? Просто ВГ. Просто ВГ. Поверим в DC. В DC, да. Давайте даже если... Болеем за DC. Болеем за DC, да. Роман. Душой, сердцем, да, но все равно пускай победит сильнейший. Ну, а нам лишь остается слово наше передать комментаторам. Им, надеюсь, тоже удача не помешает. Спасибо большое, дорогие друзья, дорогая студия аналитики. Для вас работает Баффик, друг. Мы все так же на своих местах и ждем продолжения. Мы не хотим ждать развязки данного БО-3 серии. Мы, конечно же, ждем просто продолжения. Второй карты. Да, действительно, аналитики не очень верят и в этой игре, в команду DC. Мы, пожалуй, с ними немножечко не согласны, но аналитики, они что-то знают всегда. Они всегда нас как-то вот обманывают своими мыслями и оказываются чаще правы, чем мы. Но, тем не менее, будем верить, что у DC получится перенуть в этой серии счет, свою пользу. Потому что хотелось бы еще третью карту посмотреть, как бы там ни было. Вот независимо от каких команды играют, хочется всегда больше доты, больше интереса и больше накала страстей. И все это мы можем получить уже очень скоро. Ну что ж, поехали. Показывают нам игроков, показывают нам постановочку. Уже были стартовые перемещения. Пробежался вражеский лес сверху Варлок, поставил Лобсвард, который заблокировал отвод легкого лагеря коллектива DC и видит святыню также. Да, Doom в сложную линию. Очень давно мы не наблюдали подобного героя. Роти Кей будет играть на нем. Зал тут просто выдохнул, когда вдруг появился Doom на пятый пик. С другой стороны и антимаг на пятый пик. Ну так слегка, но все-таки удивило. Антимаг мы не очень часто видим в последнее время. Тини тоже, в общем-то, нечастый гость в современной мете. Но герой сильный. Отжимает три руны у оппонента. Три не четыре, так скажу тебе. С другой стороны, три не две. Тут очень простая логика. Все, что я в начальных классах смог понять по арифметике. До четырех у меня там. Дальше все закончилось. Дальше только слова. Есть такое. На, Вика на центральной линии будет стоять против Фриза. Ну не просто стоять милишнику против Штормспирита. Понимаем, что Фриз будет постоянно напрягать Виху. Но всегда есть такая палочка-выручалочка, как Висп. Даже так, шарик-выручалочка в данном случае. Да, но Висп будет привязан к легкой линии коллектива DC. Это очень важное уточнение, учитывая, что они вязали антимага. Они не могут себе позволить использовать антимага сейчас в легкой линии без поддержки двух героев. Потому что в ЭГДЖ отправили трех героев в сложную линию. Антимага постараются лишить фарма здесь. И задача коллектива DC как-то выкрутиться из этого положения. Попытаться, возможно, линии изменить. Возможно, просто втроем очень классно отстоять эту линию. Посмотрим, какие будут есть выходы у коллектива DC. Им виднее, они опытнее. Я думаю, что они какие-то ответы должны находить. Что касается Дума, один на один внизу против Бутрайдера. Если честно, мне кажется, Ротикеев будет здесь не то, что сложно. А, его крепы зажали, крепы зажали. Мунминдер видит этот момент, но... В итоге проел дерево, вышел оттуда. Так, в их центре. Насыпает Эвлендж по фризу. Ты стоишь героем ближнего боя против Бутрайдера, не имея при этом никакой возможности, чтобы уйти. Ни блинка, да, ни какой-то там еще другой возможности перемещения. Да, повышенная скорость передвижения под Скор 4, но... И пониженная скорость под Сики Напалм. И пониженная под Сики Напалм, соответственно. Да, то есть тут не будет это работать для Дума. И уже Ротикеев имеет три стак и на себе. Дальше лучше не подходить. Вот нам демонстрировать, что в опасности мог быть Дум. Но крипов очень много, Бутрайда сейчас будет под вышкой их фармить. Центральная линия, на ней тоже много акцентирует внимание режиссеры. И мы видим, что здесь Шторм пока идет равно вместе с Тинни. Это хорошо конкретно для Вихи. Герой, еще раз говорю, стоит линию свою прям вообще. Ну, знаешь, на старте очень сложно и прогнать Шторму пока что Тинни. Тем более, что даже без Виспа Тинни может с уровнем выдать немало урона в одиночку. Понятное дело, что Шторм-герой не самый плотный, плюс он тоже не имеет эскейпа. Ну, пока без убийств. В принципе, глядя на крипстат антимага, понимаем, что на старте неплохо получается в ОГДжейтам давить на него не идеальный крипстат. Но, тем не менее, даже на этой линии антимаг немножечко добивает крипов. Линию неплохо контролирует команда DC. Они держат их под своей вышкой крипов постоянно. Висп, смотри, рядом с Виспой. Возможно, сейчас попытаться где-то забросить даже. Значит, на Сейпете забросить на Виспа, получится ли у Викину очень много крипов. А округа фристов тоже примерно понимает, стоит в толпе крипов, чтобы не так-то просто было его выбрать оттуда и бросить в трехочковое под вышку. Я думаю, мы такой хайлайтик сегодня увидим. Хотелось бы, по крайней мере, верить. Ну, вот я думал, сейчас и правда это случится, но очень много урона получил Тинни, уже не стал рисковать, не стал заходить дальше, там бы еще какой-нибудь... Я не знаю, буквально ты получаешь еще один ремнант, и ты можешь просто погибнуть. Хоть и забросишь, например, оппонента, но умирать не хотелось бы при этом. Да, ну и понимаем, что после шестого это уже не так-то просто будет делать. Ну, то есть не так эффективно это будет. Всегда появляется возможность сейскейпа у Шторм Спирита. Вот, а немного раньше Виха тоже не может себе это позволить сделать. Поэтому увидим, что пока Виха страдает. Да, ты знаешь, вот глядя на Крипстат, делаем вывод, что пока что Дум стоит неплохо в свою линию, как бы там ни было. Он не сильно отстает от Бутрайдера. Бутрайдер, конечно, поувереннее к нему подходит еще и Висп в поддержку. По ускорениям сейчас Бутрайдер действительно не оставит никаких вариантов Думу, и Дум по понятным причинам отходит. А, Резалюшина не напрягали пока. Фуай вроде как планирует выход на Резалюшина. Мизери через Фейтболт очень сильно страдает Фуай. У него есть Барроустрайк. Не хотелось бы его тратить просто на то, чтобы спастись. И антимаг заставляет еще и Блейд Фьюри Джиггенаута прожать. И одного лишил здоровья, другого лишил маны. Поэтому неплохо. Неплохой выход получился от антимага. Ну и, конечно же, Фейтболт тоже в этом вопросе помог. Но пока 0-0. Счет еще не открыт. И ждем, ждем, когда же команды свою агрессию до логического завершения доведут. Вот сейчас в центре, возможно, что-то у нас будет интересное. Подходит Висп к Тейне. Ну, есть неподалеку и Сенткинку. Шторма, поэтому ничего интересного не произошло. Под руной двойного урона находится также Фризи. Поэтому нападать на него не очень удобно, конечно, было бы. Дум делает телепорт. Горящего Бутрайдера. Проблема у агрессива на верхней линии. За ним прыгает Резолюшн. И это первая кровь для команды Диджитал Хаос. Под Копот и Файл ответ. Резолюшн. Манси, Манси. Есть блин через несколько секунд. Резолюшн. Надо попытаться отсюда бежать. Есть пассивка. Он уйдет. Он уходит. Хорошее решение. Очень было решение опасным для Резолюшна. Он прыгал, пока он бил этого Джиггернаута. Он еще от Блейдфьюри кучу урона получил под вышкой. Ну и Файл прилетел более-менее в свое время. Ну так, конечно. Чуть-чуть раньше, но несколько секунд. Посмотри, выход на центральную линию. Будут пытаться забрать Фриза. Есть Лассо. Есть Лассо. Да, Виха насыпает. Останавливает Файл. Надо попытаться забрать Фриза. И если Тос, Тос будет через 3 секунды. Там был Манго, но погибает в итоге. Тенек. И Файл выживает. Ну, первое убийство сделали Диджитал Хаос. Заметь, как играет Файл, да? Вот, казалось бы, банально, просто, да? Перемещение на верхнюю линию спасти. Пытался Джиггернаута где-то убить оппонента. И как только он видел, что агрессия в центр, моментально Файл смесился и туда. И наносит ответный удар по инициаторам команды DC. Это лапка, понимаешь? Даже не пришлось телепорта использовать. Да, да, да. Он просто перебежал. То есть очень быстро реагирует Файл. И он находится обычно там, где нужно. На старте этой игры. Опыт, конечно, колоссальный у этого игрока. И не зря его так любит публика. Не зря его любят многие фанаты Доты. И в нашем регионе, и в Европе тоже. Я его люблю. Ты же в нашем регионе. Ну да. Значит, все логично. Я же фанат Доты. Значит, все логично. Окей. Да, пара саппортов, правда, какая-то из каких-то былинных легенд. Фенриер может сильно пострадать. Джиггернаут поднимает Хилингвард. Разбивает его сразу с Джим Мизери. Получится забрать Варлока. Бросил на себя на Шаду Уорд. Но Фенриер догорит. И это третье убийство для Диджитал Хаоса. Зал Нем. Пока молчат. Так бывает, когда ты на Варлоке играешь. Ты хочешь получить немного денег и опыта. У тебя более-менее свободная линия. Где-то отошел Кэрри Герой пофармить лес. Ты моментально вдаряешься в фарм. А тут, когда тебе разум затмила вся эта эйфория с точки зрения добивания крипов и получения опыта, на тебя нападают и убивают. Так случается. Да. Перелетает сюда на Фенриера. Это очень важный момент. Хотя, кстати, заберут Джиггернаута. Скорее всего, да. Джаггера собрали. И Фенриер тоже может подставиться. Мизери заходит со спины за Фенриером. Наливают стики на план. По нему есть Асо и Фай. Подтягивается тем временем. Варлока можно попытаться убить. Но уже надо бежать отсюда. Фатал Банс под коп. Висп лопнул в процессе тизера. Летает над всеми Мун Миндер. И Мизери тоже погибает. Вот Фатал Банс. Мун Миндер пытается убежать отсюда между деревьями. В стиле резолюшена. Надо бежать отсюда. И приходит Виха. Виха приходит. Наваливает по Фризи. У него нет маны. Об этом знает он. Тост по Фризи. Фризи все еще живет. Последний удар от Вихи. Забирает мидлейнера. И подтягивается уже сюда Висп. Он вернулся с базы. Он пополняет здоровье Мун Миндеру отчасти. Но под вышку лезть не хочется. Виха возвращайся откуда пришел. Иди в свой двор. Там копай. Ну самое пожалуй крашеным. Да ладно. Да ну нет. О нет. Ну с другой стороны на базу надо было отправляться как-то. Отправился таким образом. Это конечно не критично. Но просто момент очень забавный. Я хотел сказать что самый забавный момент был с Виспом. Но пожалуй этот момент уже перекрыл. Там Резоль параллельно убил его от Икея наверху. Но ему помогали. Резолюшн помогали. В данной ситуации Рубик подтянулся. Он тоже поучаствовал. Хороший эпизод для команды DC. В общей сложности они сделали Team Vibe. На разных частях карты. В разные временные какие-то рамки. Но они его сделали. DC сейчас зарабатывает солидные преимущества. Проводя этот отрезок времени очень круто. Так вот Висп. Он так знаешь. Когда улетал. Тянулся на Тезере. И подходит Сент Кинг. Копает. Это случай когда ты едешь на машине где-то. Я высунул голову в окно. А там столб. А там просто столб. И тебя сметает немножечко. Голова отваливается. Вот здесь примерно то же самое было. Я сколько сочи в жизни на Тихо наблюдал. Я просто хочу узнать вообще какова биограммия твоя. Забирает в это время Фризи. Хороший выход получился. Под оглушение Тинни. Не смог уйти Фризи на Боллайтинг. Моментально получил после этого Лассо. И погибает Шторм Спирит. Отлично сыграно. Еще один классный выпад агрессивный от коллектива DC. Много приносит им Мунминдер. Сейчас Бэтрайдер с иммиактивными действиями навязывает очень неприятную для ВГДЖ игру. Да. И что приятнее всего для коллектива DC. То что три первые позиции по надворцу за ними. Они чувствуют себя вполне уверенно. Все хорошо. Бэтрайдер имеет крутейший фарм. У Бэтрайдера уже по артефактам все назревает. Очень даже солидно. Если не ошибаюсь там даггер у Бэтрайдера уже должен быть. И где-то планируется наверное даже выход в ростов. Уротики. Могут быть неприятности. Команда DC четвером собирается на верхней линии. Отходит. Дум. Очень так своевременно. Буквально по тонкому льду ходил. Да. Ну и могут в принципе и... Я думаю даже куда-то под вышку зайти. Чтобы Бэтрайдера. Бэтрайдер и даггер курьер я так понимаю должен. Унести Бэтрайдер. Он не брал даггера. Он не брал даггера. Все. Не покупал. Там барабаны. Там барабаны. Да. Ну что. На ответная реакция от команды WGJ. По думам страдает сильно Моумидер. Его добивают. И это пока что единственное убийство. Успевает улететь отсюда. Кто был то? Кто антимаг был? А это Виха был. Это был Виха. Да. Успевает Виха улетел. Резолюшн. Резолюшн он улетел. Резолюшн. Точно не Виха? Нет. По-моему резолюшн улетал. Он внизу уже просто на телепорт сейчас. Все. По-моему это он улетал. Потому что я тоже. Я смотрю антимаг антимаг. А потом что-то Виху показали нам. И я подумал что это Виха перелетелся. Мне показалось что вроде как резолюшн улетал. Но не факт. В общем это не столь важно. Учитывая что WGJ никого там не поймали. Выход на Мизери. Прилетает оглушение у Дума. Мизери поднимается. Энкинг отправляет его к Джиггернауту. Мундминдер тоже здесь. Сделал телепорт на Т1. Дает лассо по Джиггернауту. Вытаскивает поближе к вышке. Поддержки нет. Мизери по ровным борустрайкам дает оглушение по агрессиву. Агрессив в таверне. Отличное действие у двух героев команды DC. Подтягивается еще два. Прилетел Висп на релокейте вместе с Тинни. И они добивают уроти Кей. Отличная игра от команды DC. Моментальный выпад и очень классно реализованный выпад. Там два маленьких Дума о сиротелых остается после роти Кей, у которого был съеден голем. Мундминдер очень далеко заходит между Т1 и Т2. Один Мундминдер. Это ошибка, скорее всего. Бэтрайдер погибает. Забрали Бэтрайдера. Валили, хвалили. Очень нагло. Ну, с другой стороны выигрывает пространство для резолюшна. Тот прибирает к рукам вышку внизу. Сюда перемещается агрессив. Ну, у Резоля дела идут хорошо. Резоль топ-1 на Этворс. На карте он обгоняет на тысячу золота Джиггернаута. В целом три героя команды DC-лигерута. Да, хотели сделать, доставить неприятности команде DC. Отправили в сложную линию триплу ВГДжейн. Но, как видим, не совсем сработало. И первая кровь была за резолюшн. И в целом по игре сейчас Резоль выглядит куда внушительнее, нежели Джиггернаут. Да, но не будем забывать, вот изменение Дума. Очень много хайпа было в последнем патче. То, что Дум получил очень много золота с Диваура. И плюс ко всему Мидас. То есть, этот герой имеет шанс набирать слоты молниеносно. И сейчас мы видим, что Ротике именно так и действует. Он максил Диваур, само собой. При этом он собрал Мидас. И сейчас артефакты будут появляться, как грибы после дождя. Очень быстро все будет происходить. И вот этот Дум может быть неприятен для команды DC. Посмотрим, как быстро будет параллельно фармить коллектив DC. И как быстро они будут агрессировать. Потому что сейчас все пока что получается. Ну, пока ему возможность раздавать аганимы не добавили. Все не так критично. Играть можно. Ну ладно, ладно. Но зарабатывает и правда чудовищно хорошо. Мы это прекрасно понимаем. Но на резолюшн, вроде как, планируется агрессия у команды. Ты меня победил сейчас просто своим раздаванием аганима, понимаешь? Чего ты? С алхимиком просто параллели правда удачная очень. Ну, это, конечно, не алхимик, но... Спасибо, я рад. Я рад, что ты оценил. Вона би. Алхимик вона би. Да нет, Дум по-полезней будет. Как раз и не надо тратиться на лишние аганимы. Тащить за собой четыре якоря. Ну, к слову, тут много опций для антимага собрать еще аганим в этой игре. И много интересного можем увидеть впереди. Я думаю, да. Я думаю, да. С учетом того, что это не Lotus Orb, а действие еще более интересное у антимага. Слушай, телепорт в центр от Джаггернаута. Прилетает агрессив. Мунминдер не давал лассо. Не стал агрессировать. Отходит команда DC. Интересно. Агрессив так агрессивно делает телепорт. Напугал оппонента. Поймал шторма. Шторма развалили. Это реализация даггера, который был у Тини. Голем падает на голову. Забирают, скорее всего, Мунминдера. Нет, не забирают. Улетает он. Увозит. Увозит Мунминдера. Действует Цакса в этом эпизоде. Надо драться. Но все страдают после Талбаунс. Хоть как-то подлечиться. Он стоит на базе. Получает урон от Дума. И все страдают. Виха неприятное положение. Мизери в неприятном положении. Барроустрайк. Не накапывается по Вихе. Сразу же ответный барроустрайк от Мизери. Утимейт от Джаггернаута. Команда DC еще никого не потеряла. Очень сильно бит Виха. Виха старается уйти. Поднимается на хайграунд. Погоня дальше за Ротикем. Ротикем забирают. Утимейт был от Резолюшина. Финрира тоже должны дорезать. Варлок отправляется в таверну. Минус три в размена одного Рубика. Дальше погоня за Джаггернаут. Амвиха прилетает сюда с Даггера. И разваливают четвертого героя команды. ВГД. Минус четыре от DC в размена на Саппорта. Блестяще отыграли. Аккуратно, тонко. Очень близко к смерти. Этот момент создал Айо. Молодец Сакса. Увез очень своевременно. Да, это минус пять. Увез своевременно Бэтрайдера, который страдал от ультимейта Дума. Неприятная была ситуация. Действительно, все были подбиты. Но вернулся и Мунминдер. Вернулся и Сакса. И ошибся немножечко Сэн Кинг. Буквально не докопал чуть-чуть до двух героев. И драка моментально прошла под диктовку команды DC. Прилетает Шторм. И улетает обратно в таверну. Как же играет коллектив DC. И как же ошибается Фризи в этом матче. Не похож на себя Фризи. Который момент уже залетает Шторм. И просто отправляется в таверну. Понимаешь, он постоянно лицом в пачку гречки ныряет. Виха всегда насыпает под прилет Фризи. Я уже который раз наблюдаю. Видишь, что летит Шторм Спирит. Дай-ка я дам себе Эваланш под ноги. Финрир здесь должны забирать 100%. Да, бросил Фатал Буанс. Эта игра напоминает предыдущую. С точностью наоборот. DC попали в то же положение в предыдущем матче. После стадии лейнинга, которую неплохо провела команда. Посыпались буквально одну за другой драки. Начали проигрывать. Здесь то же самое нашло на коллектив VGJ. Похожа сторона Radiant проклята. Не знаю, в этом матче не все получается у команд за эту сторону. Будем откровенны, не такой уж хороший лейнинг был у VGJ. Все-таки, если вспомню, Resolution легкую выиграл у триплы. Ты знаешь, действительно похоже на предыдущую игру. Что-то похожее было там у коллектива DC. Просто Dota. Те же цветовые, цветовая гамма та же. Ничего не поменялось. День, ночь. Всегда можно сказать, это просто Dota. Поэтому да, одна игра на другую отчасти похожа. Но только для неискушенного зрителя. Для таких ребят, которые разбираются в Dota, как я, игры друг от друга отличаются. И потом я тебе после игры расскажу, чем именно. Сейчас ты не рискнешь, да? Нет. Я еще не придумал. Дай мне время. Ну что ж, у нас поджимает команда DC по нижней линии. Уже волну крипов. Артефакты на ваших экранах. Инициация у DC потрясающая. Мобильности хоть отнимает. Два даггера имеется. Есть висп. Очень сильно фармит сейчас антимаг. После удачных драг с пьюри набирает артефакт с артефактом. И это то, что нужно команде DC. Но не будем забывать, у VGJ тоже есть ответы. Бедствует шторм. Это главная, пожалуй, проблема коллектива VGJ. Остальные чувствуют себя неплохо. Не хватает и даггера на Сент-Кинге пока что. Это тоже идея. Муминдер дает информацию. Это очень важный момент. Там в кустах прятался Роти Кей. Мизери, я так понимаю, не очень боялся. Мизери просто уходит в инвиз. Краденый Сент-Сторм. Голем на голову. Падает команде Digital House, которые сюда прилетели. Муминдер под ультимейтом. Неприятно ему. И шикарнейший эпицентр под четырем героем. Разбирают команду DC на молекулу. Не было здесь резолюшена. И, наверное, к счастью, здесь не было резолюшена. Потому что вряд ли он помог бы своей команде. Блестяще исполнили VGJ. Комбинация из ультимейтов. Причем всех возможных ультимейтов. Позабыли. Позабыли немножечко DC. Что все равно комбинация у команды VGJ остается сильная. Как бы там ни было, как бы они не страдали, как бы драки они не проигрывали. Но когда тебе падает голем на голову, когда дает Warlock Fatal Bounce, когда туда входит неплохо Сэн Кинг с эпицентром, получается то, что получилось, минус четыре. Да, и все так же. Мун Миндер, который вроде хороший какой-то хандикап имел на старте, отрывался от своих оппонентов. Прямо их... Постоянно его вниманием как раз-таки Doom наделяет. Все время ультимейт именно в Мун Миндера. Чтобы не было никаких лосотов, не было лишних поползновений, страдал, мучился бедный Бэтрайдер. Так и получается. Казалось бы, хочет сжечь людей, а в итоге горит сам. Ну и в этой ситуации мы видим... Ну здесь даже нельзя было заметить, как от Doom терпел Мун Миндер, потому что слишком быстро все рассыпались. Самый, пожалуй, главный вопрос, это смогут ли VGJ совладать с антимагом, который, в принципе, уже свое получил. Вот больше ему не надо после старта. Да, вот сейчас он такой вольный плаватель абсолютно. Он просто отправляется по карте фармить, где только может, вражеский лес спритпушить. И он будет абсолютно свободным художником. Это замечательно для коллектива DC. Это то, что им требовалось. Остальные могут просто создавать видимость вообще на карте. То, что они присутствуют, какую-то активность минимальную. А Resolution будет набирать артефакты. Смогут ли VGJ справиться с антимагом? Это вопрос. Да, к слову, и антимаг, и джиггернаут примерно одинаково планируют собираться, насколько я могу судить. Но к тому моменту, когда забирают, забирают Тинвира, да, без проблем. А, нет, нет, это Фризи, это Фризи. Он так рассыпался, я подумал, это варлок. Я подумал, это саппорт пятой позиции. Нет ни одного варда в нижней части карты у коллектива VGJ. И вот этот пролетик от бэтрайдера оказался незамеченным. Формящий шторм был пойман без особых проблем и отправлен в таверну. Вот, да, пока у антимага, посмотри, уже почти есть монтастайл. У джиггернаута еще баттлфьюри практически нет. И вот так вот сидят. И радуются баттлфьюри этому. И радуются жизни, да. Сидит Каспер, там сидят аналитики, общаются. Каспер не аналитик, давай будем откровенны. Вчера, мне кажется, другое говорил. Нет, он, конечно, он хороший предсказатель. Я просто знаю, что он тебя не слышит, поэтому ты можешь себе позволить сейчас о нем говорить все, что угодно. Нет, я знаю, что Каспер блестящий комментатор. Я просто говорю, что основная квалификация не аналитик. Вчера он уделал парочку аналитиков в аналитике. Ну ничего, не суть важна. Повезло. Ну да, бывает и такое в доте. Ну в общем-то, вновь агрессив собирает баттлфьюри. Тот баттлфьюри, о котором много слов было сказано и на предыдущей аналитике перед этим матчем. До сих пор в памяти аналитиков вот эти вот неприятные эпизоды с участием агрессива в вчерашнем матче. Джиггернаута с баттлфьюри. Здесь получается что-то примерно похожее. Он очень долго идет к этому баттлфьюри. И очень верит в этот артефакт, видимо, агрессив. Да, у Аэма практически монтастайл готов. Тот еще половину баттлфьюри не досопирал. Хотя по нотворцу так, ну, хотел сказать слегка, а потом смотрю, там на 4000 обгоняет он своего прямого оппонента. Это все на 20 минуте. Смотри, что вновь внизу происходит. Вновь фризи фармит. Вновь бэтрайдер готовил на него атаку. Но решил не идти. Возможно, опасается, что будет какая-то контр-инициация. Возможно, опасается ловушки от оппонента. Потому что, посмотри, по вардам и у самих DC особой видимости в вражеском лесу нет. Вообще у DC один вард всего лишь стоит. Сейчас он стоит в своем же лесу на верхней линии. Мизери тем временем приобрел себе даггер. К слову, начало игры от Мизери очень крутое. Всегда все уместно, всегда вовремя. Всегда он находится в центре событий. И очень сильно помогает своей команде. Появление даггера на рубике тоже вещь хорошая. Тем более, что достаточно ранний даггер. Этот персонаж. Покупает Battle Fury себе джаггер нау. Поздновато. Безусловно, поздновато. На фоне антимага, который уже с монтостайлом. Это все смотрится скупо. Но, с другой стороны, артефакт есть. Хоть какой-то, да все-таки артефакт. Не сказать, что Battle Fury это переломный артефакт. Это переломный артефакт, когда ты рано его собираешь. И начинаешь очень быстро пополнять свой итем билд. Здесь же драки не самая приятная вещь. Агрессив всегда выделялся своей игрой как раз таки агрессивно. Не зря у него такой никнейм. Я обычно, помня еще, да, очень древнее выступление. Когда он приезжал к нам в Киев за команду еще в Вич и Gaming Reborn играл. Было приятно наблюдать с этим игроком. Много от него было активности. Он всегда радовал. Здесь с джаггер науто он играет как-то по-особенному, по-своему. И сказать что-то правильно, наверное, он это видит правильно. Посмотрим, насколько в данном матче ему это поможет. В предыдущем матче сделали аналитики наши и англоязычные коллеги в один голос вывод, что, пожалуй, это было не лучшей идеей. Они выиграли ее, эту игру. К слову. Джаггернаут с Баттлфьюри эту игру выиграл. Это вот в защиту джаггернаута с Баттлфьюри. Это вот единственное, которое они у Ликвидов тогда и отжали. Всех. Ой-ой-ой, что ж такое, не надо было брать. А он выиграл. Да, там не его силами, конечно, отчасти. Ну, там, да, там много было факторов, причем там тоже был варлок, если помните. Ну, говорили, что он мог бы быть гораздо полезнее, да. Прези поймал Мизери. У Мизери мог быть неприятности. Мизери варлует болл-лайтинг. И Мизери может быть не зоны досягаемости, но F5 прыгает на блинки и подкапывает. Рубик, а Рубик уже в таверне. Да, и друзья, если обратить внимание на быстрые покупки антимага, когда вам покажут, вот, собственно, добро пожаловать в патч 7.0, 7.01, 7.02. На Resolution после Монта Стайла, после Battle of Fury решил покупать себе Аганим. Очень полезный факт. Много уделяли этому внимания на старте игры, что артефакт это, скорее всего, мы увидим. Здесь, учитывая наличие героев команды в ГГД, даже особо вопросов не возникало, что собирать здесь антимагу. Аганим очень полезный будет здесь, это без вариантов. Появляется уже такой артефакт, как Шива у Дума. Хорошее приобретение тоже против героев команды DC. Для усиления своей команды тоже плотности прибавляет. Ну что, бедный Шторм. Продолжаем говорить об этом. До сих пор нет Бладстоуна даже у Фризи. На этой-то минуте весьма неприятно. Ну, показатели говорят сами за себя. Счет у Шторма 3-6-3. Это учитывая уже последний момент с Рубиком, конечно. Ну, Биндер, вот просто весь лес выжиг. Если посмотреть внизу, он постоянно перемещается по деревьям. Какие-то засады устраивает. 3 за один раз нам попался. Да, ну, игра немного успокоилась. Кажется, что DC после того момента на верхней линии немного, не знаю, вот решили взять паузу. Все-таки Излюшн фармит, остальные фармят. Почему бы и нет, да, собственно. Мы никуда не спешим. У нас герои позволяют играть в любой стадии. Что касается ВГДжей, они пытаются иногда агрессию проявлять. Вот сейчас, возможно, у нас будет так, как от команды DC внизу. Под Сэнштормом Сэнкинг стоит. Просто крипово отбил. Ну, и ФВА отходит. Не будет на него прыгать Мунминдер, учитывая, что тут и видимости не было по Сэнкингу в Сэншторме, кстати. Нет, пока что гема у Бутрайдера. Ну и ВГДжей в смоке. Да, Бутрайдер там и остается. Видишь, Бутрайдер ждет более сладкую цель. Ну, мы видели, как планируют свои атаки команды DC. Мунминдер прыгает, дает лассу, туда же прилетает с релокейтом в Резолюшн. ВГДжей видели антимага на варде, который был в их лесу. И сейчас они будут атаковать его под коп по антимагу, прыгает Дум. Есть Дум по антимагу. Резолюшн убивают. ВГДжей, отличные действия. Атака от Мунминдера на Джигернауту. Погласо находится агрессив. Выкручивается, Бутрайфюри получает оглушение после Ватериотини. Но живет пока что агрессив. Как же драку проводит ВГДжей? Еще и голем был использован. Минус три от команды ВГДжей. Погоня за Мунминдером. Мунминдер влетает на Клифф. Немало урона по нему вносит. Ротикей прыгает и встречает Бутрайдера. Ставит Ремнант в Тортфирид и добивает Мунминдера. Потрясающе дерутся в ВГДжей. Минус четыре. Да, развалили немножечко. Ну как, немножечко. После убийства, после убийства Резолюшн, пожалуй, не стоило уже драку это организовывать. Вот как кажется. Поверили. Почему-то поверили в себя. Виха тоже достаточно опасный персонаж. Но на этой стадии хватило и урона, и лечения, и в целом. Болем влетел, Сэнкин копнул. Да, да, да. Все это под бандами неприятно. Горели все абсолютно. И, в принципе, понимаем, что Резолюшну где-то чего-то не хватает. В частности, будь тот же Аганим, где-то сцепить его не так-то просто было бы. Круто. В том плане, что вот эти два варда, которые стоят сейчас у коллектива VGJ, на котором они заметили в своем лесу Резолюшн, который просто пробегал и фармил их лес, они моментально прожили смок и следовали за Резолюшном до центральной линии. Как только продвигался Резолюшн с их леса в центр, они все это видели прекрасно. И там они его и поймали. То есть вот что дает Vision сейчас команде VGJ в своем же лесу Резолюшн. Я думаю, выводы сделает сейчас. Он будет более аккуратно перемещаться по карте, учитывая, что он понимает, что не просто так его там нашли, не просто так поймали и понимали VGJ, что он именно там появится в этот момент. Да, Резолюшн отправил иллюзии по нижней линии и продолжает фармить вражеский лес. Все так же под обсерв вардом соперника. Мизери встречается с командой VGJ и Фризи отлетает. У него была эго, поэтому не так-то страшно. Пытаются поймать Виспа, Виспа форстапают. Висп все еще живет. Погоня дальше за Тинни-Тинни, цепляют, не дают сделать ему телепорт. Виха остается один в окружении трех героев. Виха пытается хоть что-то сделать, ничего толком не удается. Виху забирают, но при этом добивают еще и Рубика и Виспа. Резолюшн даже не реагирует на это. Он толкает нижнюю линию вплоть до Т3 и перемещается постепенно в лес. Ему очень нужен Аганим. Драться без него невероятно сложно. Фризи, конечно, да, Фризи такой слегка якорный получается в этой игре. Но, тем не менее, размены последнее время в пользу ВГД. Ты знаешь, в этой ситуации, мне кажется, даже на пользу это пошло в команде ВГД. Пайт на Бризи, пайт на Мидера. Да, да, да. Вот когда у него есть Тейгис, пожалуй, это нормально. Есть Аганим. Есть Аганим. Тоже солидное усиление для Резолюшн. Ну вот уже сейчас без этих двух драк было бы все замечательно. Вот не будь счет 18-19, будь он как был, да, там 19, я не знаю, 15, 16, неважно. Вот последние две драки, которые провели DC, причем провели их, ну, наверное, даже не очень принужденно, учитывая, что теряли Резолюшн, можно было не драться, можно было отойти, парни сами шли атаковать. Это, скорее всего, вопросов дисциплины уже. Ну, и ВГД... Ну, видимо, будет фармить, видимо, будет искать, где это делать, давайте мы найдем там, где он это будет делать. Вот и все, получилось это в центре очень хорошо. И какой переворот делает ВГД, они уже обгоняют, переворачивают графики зеркально. На 6000 проигрывали, теперь выигрывают по опыту и на 2000 с лишним выигрывают по золоту своих оппонентов, хотя доставание было, по-моему, порядка пяти, может даже больше. 7500 даже достигал я на момент график у нас. Да, 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 да. Пиковая жачка была. Джейджи Гернаут голову поднимает. И Фризи получает 17 зарядов в Бладстоун. А, это же файта, точно, это же минус 5 и еще минус сколько там в прошлой драке. Ну, неудивительно. Резоль занимается тем, что умеет очень-очень хорошо. Сплитпушит на антимаге. Да, что радует, то, что здесь есть Резолюшн, который играет на своего рода героя, да? То есть то, что он любит, то, что он умеет. Сплитпуши, мы помним, Интернешнл, с этого еще он времени получил такой статус постоянного сплитпушера, агрессора, который может даже в сложных играх правильно действовать, принимать нужные решения, чтобы выиграла его команда. То есть макроигра в Резолюшн на высоком уровне. И команда играла на него. Будем откровенны, много внимания оттягивали на себя, чтобы где-то в Резолюшн дать пространство для фарма. Как раз вот то, что Роман, в принципе, в закулисье говорил, что раньше было немного комфортнее, потому что он, в принципе, знал, что ответственен сам за себя, команда всегда поддержит. То есть важно, чтобы он фармил, и он, в принципе, никого не трогал, никому не был обязан. Собственно, команда позволяла вот Керри своему делать все, что угодно, чтобы он, собственно, тащером был таким в своем составе. С антимагом дела примерно так и обстоят. Антимаг то не сфармил, то вражеский лес, то где-то даже подставлялся местами. Летели, спасали. Фризи, врывот Бетрайдера, прыгает на Фризи, но успевает Фризи ненадолго, недалеко улетал Фризи и отправляется вновь в таверну. Был голем, использован Варлоком, входит в драку Ротики, был Дум выдан, хорошо работает Ишива, проблемы у команды DC, потеряли Виспа, погоня за бедным Вихай. Вихай тоже погибает, без поддержки Виспа он не так силен. Мизери улетает. Вот так надо, на полную ману надо улетать, если за тобой гонится. Просто, понимаешь, пожалел маны, пожалел там 200 поинтов маны. Немножко, множко, на самом деле, ошибочка у Фризи. Чуть дальше бы отлетел, его бы не достали и Фризи бы выжил. Тем не менее. На расстоянии Даггера как раз. Тем не менее, Дим, драку-то все равно в ЭГД выиграли. Тут уже, видишь, какой хороший фарм у Дума, который вырывается в драку. Плюс кунтер инициатору, только Варлок здесь здорово смотрится. Попадаем в ту же ситуацию, в которую вчера попала команда Ликвид в игре. То есть, вот как-то не достают они до Варлока, его нелегко поймать. Он постоянно классно и вовремя выдает големов. Ну, голема в данной ситуации, а скоро будут уже и голема выдавать, учитывая, что у него аганим там, по идее, на подходе. Да, остается буквально 1200 монет. Неприятно. Попали в ситуацию DC. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Джиггернау только-только приобретает Мандо Стайл. Видим, на сколько этапов он отстает от антимага. Примерно на один слот отстает. Там уже у антимага готов был аганим после всего этого добра. У антимага появляется еще и башер. В дополнение ко всему этому. Был в быстрых покупках у него был и остается Баттерфляй. Но, тем не менее, он приобрел себе башер и потом, возможно, выйдет в бабочку. Тоже вещь неплохая. Не факт, что Джиггернаут быстро доберется до Манки Кингбара. Может быть. Отчасти от каких-то спылов, прямых заклинаний, типа того же Дума, он защищен. Так что можно побеспокоиться о том, чтобы тебя не били руками. Ты правильно говоришь? Абсолютно верно. Побеспокоиться нужно здесь и о защите, и об атаке. Тут есть о чем думать. Вот случай, когда от тебя очень многое зависит. Ну, пожалуй, процентов 90 здесь вложится в дальнейших действий на резолюшн в первую очередь. Он должен... Ой, и засады. Сосадов от команды Digital House. Дает лассо. Бакоп сразу же. Мумитер. В этом лассо, скорее всего, и останется. Виха прилетает вместе с Саксой в самый центр событий. Виха пытается нарезать, но теряет уже двух игроков. Команда DC. Вообще не страдает Вичи Гейминг Джей. Мизери в неприятнейшем положении. Виха улетает отсюда под фонтан силами команды ВГДжей. А резолюшн просто упрыгивает фармить. Упрыгивает в лес. О, Крипчики. Давайте драться с ними. Потому что драться против команды ВГДжей пока не получается. Да, и вроде как идея пойти в атаку, она кажется верной. Учитывая, что голема нет, да, то есть нет ультимейта Варлока. Можно какую-то драку навязать. Можно что-то придумать. Но и сейчас уже видим, после проигранных драк коллективом DC, они не могут драться нормально с командой ВГДжей. Вот просто не могут. Они которую драку разбиваются об эту стену. И продолжают идти и биться об нее. Что поделать? Возможно, нужно искать уже другие выходы. На самом деле, если посмотреть глобально на драфт команды DC, это сильнейший спидпуш. Это страшный спидпуш. Представь на секундочку, что команда ВГДжей отправляется в атаку. Где-то параллельно толкает линии антимаг. И идет релокейт. С Тинни прилетает висп. Под гонимом Тинни быстренько ломаются бараки. Разрушается строение. Я думаю, мы это можем даже увидеть, если игра затянется. Можно же в такую игру поиграть, верно? Можно попытаться. Я уверен, что команда DC не хуже нашего, понимает, в силу своего пика. Это мы увидим. Главное, чтобы не проиграть одну-две драки, не лишиться какой-нибудь одной-двух сторон и просто бездарно не отдать. Да, об этом же и речь. Говорят и наши аналитики. Об этом и ты упоминал, что чувствуется у команды DC какая-то пока какие-то неполадки. Неполадки, может, в коммуникации, может, в принципе, пока оптимальную форму не набрали. Я, опять же, сидел и общался с тренером команды Blitz, с менеджером команды. Очень много, они говорят, турниров тоже у команды DC в последнее время. Много перемещений по странам. Возможно, и это сказывается тоже. Если мы вспомним период DC перед International, еще немножечко в другом составе, но, тем не менее, они очень много турниров посетили, на которых они особо ничего не добились. Но на Инте они взяли топ-2. Здесь у DC в последнее время хорошая победа на ESL. Потом не самые солидные результаты. Поражение в финале квалификации на DAC от команды MP в онлайне. Возможно, действительно, немножечко утомились уже парни. Сложно, конечно, так вам говорить. Чуть было не попали и к нам на LAN-финал. Да, да. В ESL 1 DC там победили. MP разделили между собой два турнира. И тоже, да, спасибо колам за это, что MP тоже могли бы не подарить очки. Монминдер может быть в опасности. Очень целенаправленно идет команда WGJ в сторону верха. Прыжочек на Монминдера. Его должны забирать. Монминдер пытается в лесу идти спрятаться. Но у Фризи немало еще маны. Он преследует его. Ремнанты есть. Притяжечка к себе. И это минус. Бэт Райдер. Ну, с пачкой хрипов Виха решил столкнуть немного линию. Махасабли есть. Аганим есть. Урона много вносит Виха. Главное дать возможность ему бить. Но не всегда это мы с вами наблюдаем. Антимаг все так же на первых позициях. Но Джиггернаут уже, 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 уже темп имеет такой же, как антимаг. Он уже, он как отставал на 4 тысячи, так и отстает. На 5 тысяч максимум. Так и отстает от антимага. То есть нет какой-то арифметической прогрессии, опережения. Мы это не наблюдаем. Стабильный один артефакт. Один слот стабильный. Мы это видим с вами. К слову, что интересно, Джиггернаут в основном на плотность собирается пока. Что агрессив вот как и похожим стилем, да, играет с предыдущим моментом, когда он играл на Джиггернауте вчера. В общем-то здесь уже МКБ, наверное, не помешало, учитывая наличие у антимага Баттерфляя. Плюс ко всему какой-нибудь, возможно, даже Башер не помешал. Но агрессив гнет свою линию. Он дальше собирается в плотность. Пока что на команду-то неплохо работает. Учитывая, что помимо него есть кому еще урон наносить, этого урона более чем достаточно. Здесь и Шторм прыгает по целям, тоже немало вносит. Здесь и глобальная комбинация команды ВГД смотрится очень круто. Так что, возможно, агрессив и прав в этой ситуации, собираясь просто на плотность и выступая всегда где-то в фронтальной линии своей команды. Скажи, пожалуйста, я просто не очень владею информацией по поводу Аганима и антимаги по поводу заклинаний, которые даются артефактами, а не твоих конкретных. Не-не, только заклинания, да-да, артефакты не работают, нет интеракшен, у нас... То есть Silence ты в ответ Шторму не вытащишь? Да, да-да-да, только способности. Понял. То есть, грубо говоря, там Vortex можно притянуть к себе Шторма. Да, я понял, я понял. Там, в принципе, любая дичь практически. Да, с артефактами не... То есть, не фиксишь ты в обратную сторону. Да, да. Так, Sand King врывается по Виспу, получает в ответ по Роплеву ход Тинни. FY, уже есть поддержка и от команды. Улетает Висп, увозит вместе с собой Виху. Виха делает телепорт наверх, Виспа, похоже, продадут здесь. Посмотрим, будет ли телепорт пытаться сделать Висп. Смотрим за Саксой. Саксо, да, делает телепорт! 1 и 4, 0, 0, нет. Не хватило. Увы. Увы и ах. Это, конечно, было бы круто. Это случается часто в Доте, но не получилось немножечко у Саксо сделать телепорт. 25-20. Вичи Gaming J выходит вперед. Антимаг все так же избегает драк. Мы видим, что урона толком Resolution не вносит в этих файтах. Наверное, одну или максимум две драки мы видели вот таких массовых, где Resolution реально что-то делал. В частности, вот такие минус пять в центральной линии, при еще живом Т1 у команды ВГД были. Там еще Resolution участвовал. Здесь начинают бить Виху, ему уделяют максимум внимания. Виха отлетает, или отлетает кто-то из саппортов, Resolution покидает файт. Все, батя покинул здание, и он уходит дальше фармить. Занимается своими делами. Ну, рано или поздно это надо заканчивать, потому что у антимага заканчиваются слоты. В этом все дело. Появляются артефакты, слотов больше не становится. В этом вся печаль антимага. Максимум, что может получить тут семерку, наверное, слотов с Муншардом съеденным. Ну, с другой стороны, какой-то мантастайл, может быть, в дальнейшем там использовал, переложил. Но, опять же, это на очень долгую перспективу. В принципе, сейчас антимаг набирает очень сильную форму. Вопрос только, что драться не идет. И пока, видимо, рано решает этот Resolution делать. Ну, по-хорошему, сейчас драки действительно особо выиграть не могут. Как мы видим, в последнее время лучше не драться, пожалуй, избегать драки. Пытаться на спидпуже сыграть, как-то перехитрить своего оппонента. В принципе, драфт команды DC это позволяет делать. Нелегко раскатать, нелегко поймать. Один только антимаг, чего стоит. Появляется Abyssal Blade. Да, VGJ. VGJ, к слову, не очень-то и сильно ведут по отношению к команде DC. По графикам там не более пятерки в пользу VGJ. Поймали Frizi вновь, но Frizi уже очень плотный. Боргает и сам на тени. Виск, будет ли увозить тени? Да, увозит. Ну и Сакса, повторение. Смотрим опять. Та-да-дам, та-дам. Вторая попытка для Сакса. 5, 4, 3. Телепорт. Полетели, полетели, полетели. Не полетели. Не, ну он пробовал, он пытался. Второй раз подряд не получилось. Молодцом. 10 убийств у Frizi. Жучайшее начало для мидера команды VGJ. И теперь 10 киллов уже у этого парня. Главное, чтобы это в постоянной тренировке не перешло в этой игре. Потому что не хотелось бы, чтобы он постоянно погибал Сакса. Спускает. Слушай, ну время-то он выигрывает хотя бы какое-то. В пуш. В VGJ вообще не выходит. Самое главное, что он спасает в этой ситуации тени. Да. Мне болезней не смотреть, как Виха там остается. Ну да. Бэтрайдер. За Финриром. Накой за Финриром. Найдет его. Да, должны наказывать. Но рядом есть Агрессив. Агрессив уже прыгает на Тинника. Тинник под Бэкингваром. Ультимейт нашел от Сэнкинга. Нарезает Виха под БКБ. Фай. Рассыпается дальше за Агрессивом. А все. Убили Варлока до ультимейта. Хватило урона. Варлок не дал свою способность ультимативную. Все. DC выигрывает драку без особых проблем. Поймали Финрира. Все. Все. Вопрос снятый совершенно. Даблкилл от Резолюшена. Он не использовал ультимейт свой. Но урона подавляющее большинство все-таки внес Виха. Он включил Бэкингвар и он по двум героям нарезал. Так. Резолюшена цепляют. Резолюшен под Аганимом. Видим, что... Неужели Дум висит на Резоле? Резоль, по-моему, под Думом, если не ошибаюсь. Да, Резоль под Думом. Резоль страдает, но при этом умудряется съесть один с бараков. Ротикей очень сильно страдает. Фризи прилетает сюда. Да, у Фризи полная мана. Резоль снова. Аганим срабатывает у него. Резолюшен. Все. Резолюшен жив. Резолюшен здоров. Надо уходить отсюда. Забирают нижнюю линию. Но нет. Они перемещаются в центр. Они решили поддавить немного. Еще и центральную линию. Там есть Т2. Ну и пачка крипов. Забирают. Забирают вышку. И улетают отсюда. Хороший момент для DC. Две удачные драки. Снесенный лайн. Это, я думаю, на графиках отразится. Да где-то и на уверенность этой команды VGJ должно отразиться. Да, пожалуй. Хорошая игра. Очень бодрая. Действительно. Есть на что посмотреть. Есть много зрелищных драк. И наконец-то DC. Ну сделали правильные выводы просто. Дерутся. Абсолютно мне кажется верно. И пора бы уже взяться за голову. Все получается. Вновь смог. Посмотри. 5400 на руках у Резолюшена. Еще один какой-то слот. Еще один какой-то там. В частности там Муншард. Которым можно было бы съесть. Прыгает Бэтрайдера. Бэтрайдер. Мунминдер. Подтянул поближе к Вихе. Голем. На голову. Но только одному Вихе. Виха включает Бэкингуар. Ему вообще не страшно. Он забирает агрессиво. Агрессиво нет Байбека. 115 секунд его не будет. Стороны будут падать невероятно быстро. Как драться не совсем ясно. Голем был потрачен. Да, обхивал под ноги. Окей. Резолюшен стоит на месте. Резолюшен по колено вкопан в бетон. Но при этом. Резолюшен очень сильно бьет вышки. Подходит сюда крипы. Медленным шагом. Но дает возможность бить без бэкдор протекшн. Ультимейт от F5. Обрывается он. Резолюшен. Очень как-то трудно пробить этого героя. Резоль вообще не теряет здоровья. Пока что. Виха. Нарезает тем временем. Вихи. Могут даже его и забрать. Бросает Резоля. Резоль прыгает дальше. Над Дума. И Резоль надо отсюда убегать. Оставаться в одиночестве. Нет смысла. И уходит отсюда Резоль на развороте. Дальше за Фризом. И должны забирать Фризов. Фриза нет маны. Он не может отсюда уйти. Прилетает F5. Фриз. Отправляется в таверну. F5 уходит Sandstorm. Мундминдер очень тонко играет у Мундминдера. Ультимейт есть. Ультимейт есть у Резолюшена. Можно выдать его по Сент Кингу при желании. И выдает его Резолюшен. Сент Кинг не погибает. Уходится в шторм. И Залюшен не видит просто Сент Кинга. И нужно бежать за Резолюшен. А там Гем лежит. Но некуда просто положить его. Он понял. Он понял свое основное предназначение. Отправляет спить в барак. Думм. Получает антимаги. Фриз и прыгает туда же. Антимага не должны отпускать. Он дерется до конца. Как настоящий мужчина. Но, к сожалению, это ничего не приносит ему особо. Кроме убийства Сент Кинга, конечно же. Ну и отбились. Отбились. Конечно, сложно так говорить. Учитывая потерянное строение. Но, тем не менее, они остаются в игре. Вспомним, что было с Джиггернаутом на старте этой драки. В принципе, кое-как выкрутились. Кое-как. Да, антимаг. Семь с лишним тысячу Резоля. В руках у него есть байбэк. Естественно, байбэк отца он не будет. Не в этой ситуации. Сто процентов. И я думаю, что он в следующем на подходе будет муншард, который надо съесть. И все опаснее, опаснее, опаснее становится. На самом деле, DC где-то даже отчасти заигрались. Был момент, когда можно было уйти. Ну, а Резоль развернулся. Решил драться с Фризи. Решил гнаться за ним на базу. Один прыжок, второй прыжок, третий. Почерствовал уверенность. За это его раскатили и наказали. В ГДжей тут все, в принципе, закономерно. Ну, если бы сделал киллы, Резоль вполне, может быть, мы увидели бы и заветную надпись. Если бы здесь еще одного двух героев забрал бы. Мизери. Поймали. Дума. Да, он Блэкенбарин. Ну, волосом Ротикей должны не отпускать отсюда. Хотя гонят еще Ротикей. Он все еще живет. Шиву включил Ротикей. Всех замедлил. И улетает отсюда Виха вместе с виском. И гонят. Гонят дальше Мизери. Погоня за ним. Фризи без маны. Он прилетает на полную ману. Сюда бы какого-то антимага включить одно из заклинаний. Но антимаг еще 16 секунд в таверне. Улетел по итогу Фризи. Назад. И убежал отсюда Рубик. Драк как такова не состоялось. Виха попытался забрать вообще всей командой из живых. Попытались забрать. Дума не удалось это сделать. Так много графики переворачиваются. Ну вообще эта игра много нам уже эмоций принесла. Я думаю и нам и зрителям действительно зрелищно. Зрелищно играют команды. Не без ошибок конечно. Но ошибки прибавляют обычно этой самой зрелищности в игре. Ведь мы получаем неожиданные перевороты в итоге. DC. DC определенно сейчас имеет преимущество. Антимаг вырвался уже очень далеко. Резолюшн и Муншардом обозавелся. Скушал один. Теперь уже собственно. Дальше нужно думать по слотам. Что брать. Возможно в скором времени увидим какие-то перемены там. У Фьюри на что-то. Да. Конкретно для драки. Да. У Буцов Тревел будут не лишними. Вместо ПТшки. У Резоля тоже можем их увидеть. Но. Это как-то критично. Ну не повысит. Опасность Антимага. Он сейчас набрал свою массу. Наверное одну из самых опасных для своих оппонентов. Пока не добрался до 6 слотов. Тот же Джиггернаут. Шторм Спирит. Вот сейчас Антимаг на этой стадии невероятно опасен. Он наконец-то врывается в драки. Мы видим чем это закончилось. Ряд убийств. Санесенная линия. По идее продолжать бы DC. В этом же ключе было бы неплохо. Ну пока отходят. Пока не агрессивно себя ведут. Резоль я вижу перемещается чуть поближе к собственному лесу. Виспа находит. Виспа скорее всего заберут. Квардиан Грифт использовал Сакса в данном моменте. Но спасти возможно самого себя не представлялось. И Саксу потеряли. Да, уже наумирал Висп. Сложно конечно по игре ему. Резолюшн показывает нам его. 5800 на руках у Романа. Рефрешер появляется у Дума. Голосом он миндер видел просто в пустоту. Резоль отвалился. Слушай, ну с рефрешером еще веселее все становится. Дум очень опасный герой. Ютилити герой, который очень много вносит. Теперь хоть Думом сбивай Аганим Резолю. И давай еще один. Не, ну тут хватает на самом деле. Можно как-то там вывернуться, сбить, что-то придумать. Сенкинг часто это делает между прочим тоже. Интересно. Очень интересно. Ну с предыдущей игрой даже в сравнении никакой не идет. Учитывая, что там немного без зуба получилось. Здесь конечно идеально все по-другому. Чем связана пауза надеюсь, что быстренько. Резолюшин вроде уже даже кстати зашел. Думаю, что сейчас мы должны начинать опять. Только начало дня. Игра заходит в такую стадию, где одна ошибка может вообще целой картой стоить. Для команды Digital House она в принципе всей серии и участие в турнире может стоить. Не 0-1. Да. Проигрывают своим оппонентам. DC вроде как игровое преимущество имеют. У них очень быстрый пуш по линиям. Ой-ой-ой-ой, неприятность огромная для антимага. Пытаются забрать его. Прилетает Виха сюда. Дерутся. Ну и Резолю не удалось забрать. Посмотри, как ногу в него впилили. Но Резолюшин в итоге остался в живых. Ну и Дум все еще есть. Дум Котини. Прыгает. Ротикей дает оглушение из Кентавра. Warstone под моим. Замедляет Мизери. Мизери еще одно оглушение по нему. Мизери нужно забирать. Мизери погибает. Очень много сделал Ротикей в этой драке. Казалось, что вообще какие-то сумасшедшие моменты. Увез там... А там Виха. Ждут Виху. Сакса увез Виху. Резоль. Резоль. Неужели отдаст? Да, они отдают Виху. Ну да. Не Виху, точнее Саксу. Отдают Саксу. Виха не стал сюда прилетать. К слову, Ротикей. Потому что того, как использовал рефрешер, не хватало маны ему. На Дум. Цеплять еще кого-то не удалось. Там кто был под рукой, разбили очень быстро. Рубика разве что. Но стомп был просто шикарный. Это я понимаю, прыгнул. Резоль. Пушивает нижнюю линию. Ну так. Немножко царапнул крипов, развернулся и ушел. Неудобно уже. Не хотелось бы Резолюшина одному здесь подставляться. Все-таки мобильность имеется у команды ВГДжей. И Дум тебе прыгает. И Шторм Спирит летает. Конечно, насколько могут напасть на Резолюшина. И без опеки очень опасно находиться вдали от своих позиций. Да, есть такой Дмитрий. Сыр у Ротике, как мы видим. И Агрессив забирает себе Аэгу. У него уже по слотам боевых слотов достаточно. Плюс Даггер, которого не хватает в погоне за тем же антимагом. Опять же, в поддержке своих партнеров по команде. В принципе, Даггеры у всех практически есть. И Сэн Кинг, и Дум. И, конечно же, Джиггернаут. Но Шторм Спирит, как вы понимаете, он не особо нужен. Ну, почему бы и нет? Да, полезно. Чтобы не тратить ману лишнюю. Конечно, все. Фирис официально лучшим был бы Шторм Спиритом. Прыгает антимаг на Джиггернаута. Далее Эбисал Блейд. У него успеют забрать Джиггернаута. Да, успевают. Сбивают ему Аэгу. Подтягивается команда ВГДжейс. В верхней части карты залетает Шторм. Поймал Испа. Испа пытается моментально забрать. И это не удается сделать. Живет Саксо. Роти Кей в центре событий получает немало урон от Тини. Вот все-таки добили Виспа. Домучили его. Сэн Кинг с эпицентром. Резолюшн получает урон от Агрессива. Прыгает за ним Роти Кей. Роти Кей. Подкоп. От Сэн Кинга уходит Резолюшн. Да, это аганим сработал. Да, да, да. Сработал аганим. Ответный подкоп получился, да. Но он находит, по-моему, Мизери. Нет? Мизери. Форстаф. Даггер. Мизери. И прямо за ним прыгает Флай. Мизери не отпускают. Да, и Резолюшн уходит отсюда. Забрали. Забрали Мизери параллельно внизу. Но не потеряли антимага. Мы доходим же до той точки, что, не знаю, как вот индийскую священную корову мы уже боготворим антимага. И на него действительно надо все силы сконцентрировать в команде ВГДжей. Если его минуснуть, остальные ребята не так-то и опасны. АМ видим, что где-то местами не может. Он не такая боевая единица, чтобы просто стоять и бить. Знаешь, как с Ветом. Включил БКБ, сатаник подрубил и давай просто налево-направо разваливать. Нет. Антимаг, конечно, плотный герой, но не может он стоять в чистом поле руками махать. Особенно если он здесь где-то поймает. Это вообще неприятная ситуация абсолютно была. Не дают разгуляться команде DC. Хотя вот сейчас казалось, что может даже получиться. Ротикей там били-били всеми силами. Причем сейчас не был рефрешера у Doom, а в следующей драке он вновь будет доступен для Ротикей. О! Сумасшедшая игра. 51-ая минута уже идет. И не думают, команда закрепляться. Часа полтора как будто идет уже игра по ощущениям. Да. Семь потов сошло, я думаю, с нас, с игроков уже. Зрители, я думаю, тоже могли припотеть в этой игре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рефрешеры у Варлока. Ой-ой-ой-ой. Правда. Агоним рефрешером. Добрались. До этого чудного артефакта. До связочки, скорее всего, уже этих артефактов. Ну и покупает еще себе Shadow Blade. Сэнд Кинг тем временем. Резольф все так же на первом месте. Все так же сильно обгоняет Джиггернаута. Но это уже не особо колышет Джиггернаута. Почему? Потому что у самого агрессива слоты имеются. Он уже рюкзак полностью заполнил. У него все хорошо. И, в принципе, он урона вносит достаточно в драке. Да, там нет каких-то суперспособностей сплитпушить. Самому как это может делать антимаг. Все-таки за счет одного даггера не посплитишь. Но, с другой стороны, в драках, опять же, он очень опасен. Появляется у Мундминдера Аганим. Эта вещь иногда переворачивает драки. Если ты поймаешь, например, какого-нибудь Варлока и, например, Дума, то это будет очень даже неплохо. Контроль, как таковой, сходит на нет. Контроль на нет. И посмотрим, посмотрим, как Мундминдер выберет позицию, как влетит в драку. Но интересно, может быть, все в этом файте. Пока DC стоит на своей половине карты, не перемещается к сопернику. Вот эти способности, которые там есть еще у Штормата Вожа, там, повесить Блатторн сейчас на антимага. Нужно чем-то сбить. Нужно сбить чем-то нормальное действие Ганима. Этого неприятного. Ну, реально, что это? Фатал Баунс какие-то? Что это еще может быть? Я не знаю. Чем тут очень эффективно будет сбивать конкретно эффект Ганима с Резолюши? Брус, страйк тоже не лишним будет. Копаешь не Резоля, точнее, ну да, копаешь не Резоля, сбиваешь его параллельно. Ну, возможно. Как-то нужно сбить. За Блатторн, за Подкоп можно убить, мне кажется. Подкоп, кстати, да, эффективная штука. Вортекс есть в конце концерта. Они чаще всего так и делают. Там же Вортекс. Ну, делают либо Подкоп, либо Вортекс чаще всего. Не хотелось бы, конечно, давать Блатторн, там, все это в этом духе. Ну, неприятно. А нужно чем-то сбивать. Ну, посмотрим, посмотрим. И по поводу чего? По поводу антимага? Ну, вот сейчас... Блатторн же не сбивает ему. Сбивает, сбивает, сбивает. Все-таки сбивает, да? Все-таки сбивает, да? Ну, были моменты, он использовал, вроде там, все работает. Так это именно Блатторн или вообще все артефакты? Не-не, это был, ну, любой спелл, любой спелл, который есть. Даже артефактовый? Работает как линка и работает, вот, по сути, в той же схеме, что линка. Я понял, все, окей, окей. То есть и Оркит, и все остальное тоже работает. Форстаф, Оркит. Окей. Именно так. О, вот и Резоль занимается. Ну да, там только немножечко VGJ подумали над тем, чтобы зайти на Т2 и сразу же DC включились. Моментально перевернули, побежали сами забирать бараки. Резоль начинал свою карьеру, когда Альянсу уже выигрывали International такой схемы игры. Я думаю, естественно, и сейчас Резоль блещет. В этом деле покупает Оркит тебе Resolution. Ну, тоже, да, Блатторн, по идее, увидим. Я решил, денег много. Штука может быть полезная, для каких-то соло убийств даже может быть, там, кого-то обнаружить, убить. Ну, тот же Шторм может быть уязвим. Правда, линку тут можно сбить, да, чем-нибудь, например, типа Эбисла. То есть Эбисла сбиваешь линку, даешь Блатторн и бахаешь. Как тебе такой вариант? Я думаю, пусть кто-то другой сбивает линку, каким-нибудь фейтболдом несчастным или чем угодно, просто чем угодно. Поэтому разберутся, разберутся. Явно Блатторн не для того, чтобы сбивать линку. Мне почему-то кажется так. Прилетает сюда Дум вместе с Фризом. Причем он давал ТП на летящего уже в боллайтнинге Фриза и моментально стирают Саксу. Минус Висп и не будет его 45 секунд. Сумасшествие какое-то не игра, если честно. И еще раз повторюсь. Это вторая игра. Вот все игры на выбывание сегодня, они вроде как супер зрелищные. Не получилось в первом противостоянии такого сильного, конечно, по накалу матча. Что же происходит? Резолюшн понимал все Резоль. Да и Фай понимал, что нет смысла в соло копать его. У меня там Виха был недалеко, можно было и отставиться. Он уже как-то раз копал там недавно. Резолюшн просто подкопал остальных и убежал. Тоже красиво. Резоль пушит нижнюю линию. Помогает ему в этом деле Бэтрайдер. Мунмейдер уже на позицию. У Мунмейдера есть Бутс оф Тревел. Резолюшн тоже Бутс оф Тревел второго уровня. Всегда есть возможность прилететь к себе на базу, защитить ее. В случае чего FY его не видно. Его не видно, у самого FY есть гем. В случае чего летят, летят на Мунмейдера. Мунмейдер успевает улететь отсюда. Резоль. Сейчас будет Даггер. Надо прыгать дальше. Блинг точнее прыгает. Вот и Фриз на прилете. Эбисал Блейд на развороте дает Резолюшн и убегает. У Фриза есть мана еще. Можно немного попытаться побежать за Резолюшн, но это бесполезно. Резоль вообще развернулся. Развернулся. Я думаю, тут где-то иллюзии, наверное, сейчас отправят. Это самый был момент, да, только он сбивал не Эбисалом, да, он сбивал Блаторном. Угу. Такая история. Веселая. DC подходит к Резолюшну. Резолюшн ловушка будет от коллектива DC. Резолюшн играет очень красиво. Ротикея на него прыжок. Ротикея бэкбэ прожимает. Пока что живет. Прыгает Фризи. Прыгает на Тимак. Потянет его к себе. Подходит Варлок. Дал голема. Нормально. Работаем по Ротикея. Ротикея забирает Фризи. Очень активно по драке перемещается. Забирает двух героев команды DC. Уже Тимака замучили. Добивает и Вику. Урона команде DC банально не хватает в таких моментах. И Вичи Гейминг переживает своих оппонентов. Трипл килл для Фризи. Побеждает команда Вичи Гейминг в этой драке. Как сильно били Фризи на старте игры. Фризи, если не ошибаюсь, Рок съел в этой драке. Да, Фризи съел сыр. Его там чуть ли не лишили здоровья. И в нужный момент съел сыр. Фризи как сумасшедший просто прыгал по драке. Добивал саппортов. Просто очень много было внесено этим игроком. Просто потрясающее исполнение. Вот Фризи после того, как его избивали на старте, он явно взял себя в руки и действительно начал мстить. Да, выкупы. Пошли выкупы. Нет выкупа у Виспа. В случае чего тут спасения нет. Еще один выкуп всех, кроме антимага. И ты заметь, насколько же сложная цель для DC Doom. Они всей командой в него впивались, нападали. Просто БКВ прожимает РТК и на развороте Кей дерется. Отлично получается. Да, действительно сложно. Нападаешь на Дума, получаешь голема. Нападаешь на Варлока, получаешь эпицентр с подкопом. Всегда есть чем поддержать своих партнеров по команде. Да и Фризи уже разогнался. Небывалых высот. Все у него хорошо. Тини. Я смотрю так. Слегка отстает. Причем отстает даже от Дума. Показывает нам персонажа. Мьолнир есть у него. Мьолнир, Даггер, Аганим, Блэкинг Бар. Уже какую-то кирасу хочется что ли. Потому что там шива, там брони громадное количество. Попробуй пробей все это дело. Я говорю о Думе. Сказал наверное крипты какие-то я не знаю. Или даже наверное да. Лучше идти в обход. Всего это дело. Нормальный герой всегда идёт в обход. Просто уносить больше чем могут у них как-то отразить. Я не знаю. А там кираса, там шива, все. Там все. Там у Дума уже фулл хаус. Там все нормально. Причем Дум и дальше фармит. У него там 2 300 на кармане. Байбэк Ротикей доступен. Но 202 золота. Ладно, погорячился. 202 золота не хватает ему. Но он думает, что он быстро набьет это золото. Диси. Около Рошана трутся. Но пока что не атакуют. Ой, пропала руна. Руна регенерации. Сама по себе пропала. Бывает. Такое бывает, да. Рошан пошел проверить руну. А где моя руна? Я здесь только что оставлял руну регенерации. Где она? Вардик, Вардик видел все это. У команды Диси там стояла. Правда уже разбили. Антимаг в эпицентр событий. Прыгает в одиночку. Без поддержки. Погибает по сути Резолюшн. Его не будет. Он делает бай-бай. Он возвращается в драку. Виху тоже забирают. Витчи, гейминг. Да. И что придумала команда Диси в этом эпизоде? Непонятно абсолютно. Ну, Миндер просто рассыпается от фризи. Монстеркилл для него. Голема потратили на саксу. Команда VGJ идет завершать эту игру. Они тратят все, что было у них, чтобы просто минуснуть своих партнеров по команде. Зачем? Как? Кто хотел нападать? Неужели не видели, что настолько опасен состав команды VGJ? Пожалуйста, рефрешинг использует ROTK. Есть Doom. Я думаю, с Резолем с одним должны справляться. Пропадает AEG. И 20 тысяч перефарма для команды VGJ. Потому что, печальнее всего, начинают падать в стороны. Я очень удивлен этой инициацией от команды DC. Все. Просто в трон. Отправить вперед Resolution. Или Resolution сам это решил. Ну, в общем, это явно было не самой лучшей идеей. Атака на Рубика. Рубик пока что жив. Еще один ультимейт от Warlock'а мы видели. Неприятность для Doom. Резоль! Резоль! Гол уроном Резоль! Резоль! Это конец! Digital Chaos покидают наш турнир. Ну, это горе. Это горе для фанатов СНГ. Последний представитель нашего региона с турнира вылетает на групповой стадии. И вот они, вот они красавчики. Не самая простая для них игра. Очень много было неприятностей на старте. Сумасшедшее начало от коллектива DC. Но переворот, который они совершили, те даги, которые они провели, та дисциплина, которую эта команда демонстрировала, заслуживает уважения. Молодцы. Молодцы, VGJ. Неприятный момент для DC, честно говоря. Для VGJ, для них, для команды VGJ, в общем-то мы их поздравляем. 2-0. Игра пускай была напряженная, но свое дело не сделали. У них впереди очень простая задача играть с командой Wings. Это будет, я думаю, по накалу эмоций в зале самый насыщенный матч. В общем, просто я не уверен, что вы будете нас слышать, когда Wings будет играть с командой Wings. Интересно, кому будут отдавать предпочтения зрители в зале, учитывая, что это будет дерби Китайской. Китайцам. Китайцам. Сто процентов. Своим соотечественникам. Слишком просто для тебя. Да, простая задача. Я в логику всегда умел. Команда DC. Сейчас такой, знаешь, надрыв, я думаю, будет отчасти психологически неприятно приехать, отлететь. Опять же, ожидание, знаешь, expectation reality. Вот это проблема. Ставит ли это поражение под вопрос прямой инвайт коллектива DC на следующий мейджор, который придет в Киеве, учитывая проигранную квалификацию на DAC коллективу NP, учитывая не самые лучшие результаты за последнее время? Не знаю, не знаю. Есть вопросы. Хотелось бы, чтоб нет, конечно. Хотелось бы, чтоб нет. С другой стороны, да. Команда, команда больше отдала сейчас, чем забрала. В этом есть. Сложнейший, сложнейший матч. Есть по поводу чего поговорить. Большой удар по морали. К сожалению, еще раз для фанатов, возможно, европейская Dota, СНГ Dota, даже американская Dota. Коллектив покидает наш турнир. И следующий дерби, которое будет у нас между китайскими командами в этой группе, будет просто сумасшедшим. Друзья, мы будем уходить на небольшую рекламно-музыкальную паузу. После нее сразу же наши аналитики разберут, почему же все-таки DC не смогли довести эту игру до победного. И что они сделали не так. Мы узнаем уже об этом очень скоро. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Эгейминг бэдс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспрессы на ряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОП. Ты точно знаешь, кто победит. Ну вот обычно я начинаю...